Я хочу оформить подписку на Нярьян Ангерм на год. Ничей Саратета оформляет подписку на газету Нярьян Ангерм уже четвертый год подряд. Для себя и для родственников из Ямальского района. Единственную на Ямале газету на ненецком языке в стойбищах берегут как зеницу ока. Еще бы, в тундре она достоверный источник информации, связь с внешним миром. Это возможность для меня читать новости на родном языке. Мне нравится и с дочкой читать, потому что мы стараемся дома говорить на родном языке. Нярьян Ангерм выходит с 1931 года. Неоднократно издание менялось до неузнаваемости. Полоса 1935 года, то что оно выходило еще на латинице. В 30-х годах советские власти провели эксперимент. Языки малочисленных народов перевели на латинскую письменность. Сначала в газете Нярьян Ангерм печатали статьи сразу на двух языках. Но пять лет спустя ни одной латинской буквы на страницах издания не осталось. Алфавит вновь перевели на кириллицу. И ненецкие слова стали писать русскими буквами. Была полоса хантыйского языка. Газета Нярьян Ангерм дала путевку газете Лухавт. Фольклорная полоса гордость журналистов. Ее удалось сохранить с 1931 года до настоящего времени. Это вековые знания оленеводов. Это сказки, которые передаются из поколения к поколению. Начинали с одной полосы. Сейчас газета Нярьян Ангерм – полноцветное восьмиполосное издание, в котором уживаются два диалекта – Тундровый и Лесной. Последний специально для жителей Пуровского района. А с 2019 года в газете печатают и новости ненецкого автономного округа и даже Таймыра. Сами ненцы, носители языка, очень хорошо подписывают. И мне бы хотелось, чтобы они продолжали эту традицию. Традицию подписки, традицию чтения, семейного чтения. Но мне хотелось бы еще больше охватить именно школы и интернаты, где находятся дети кочевников. Не просто в библиотеках, в свободном доступе в классах. Главный редактор издания надеется, может, так удастся вырастить будущих журналистов газеты. Сейчас в ней трудятся четыре человека в штате и десять внештатников, в том числе из Дудинки и Нарьянмара. Журналисты преданы и своему языку, и людям, для которых пишут. Очень приятно, когда ты приезжаешь в Тундру и видишь, там где-то за шестами несколько газет находится. Это очень приятно. Уже завтра начинается подписная кампания на газету. Оформить подписку можно в редакции по адресу улица имени Василия Подшибекина, 17, или в отделениях Почты России. Юлия Шнайдер, Антон Соболев. Время и мало.